Всем привет! Я сегодня хочу еще раз рассказать о советской системе образования, о ее гениальном учителе, который жил, работал в Донецке и который несколько лет назад умер. Так вот, я хочу рассказать о том, что этот человек принял и гражданство Донецкой Народной Республики в 2014 году. То есть тогда, когда все эти саларейхи стали уже нападать открыто и на Луганск, и на Донецк. Так, подтолкнуло меня следующее интервью с Татьяной Монтян. Я ее смотрю уже более 10 лет. Наткнулся на нее случайно. В 2006 году я сделал о ней видеоролик, как поделить шоколадку. Можете на трубе поискать, найдете этот ролик. Еще тогда я был восхищен ее умом и прозорливостью. И также вот в этом видеоролике я наткнулся на ее слова. Ее ролик Татьяны Монтян на Ротюбе за 17 июля 2022 года. Ее высказывание о советской системе образования и о балонской системе образования. Из балонской она рекомендует оставить только всего лишь одну главную вещь. Оставить выходцам из самых разных районов, из глубинки. Просто умным детям пробиться в лучшие университеты страны. У нас это стали позже называть ЕГЭ. Татьяна Новокраиненко тоже что-то такое похоже напоминает, приводит. Ну, смысл и суть в этом деле, как говорится, одна и та же. Так вот, еще раз хочу обратиться ко всем. Ну, значит, я тут недавно делал видео о Шаталове. И под видеороликом Татьяны Монтян я вот тоже написал такое небольшое коротенькое сообщение. Значит, вот, во-первых, значит, здесь мой видеоролик о ней, можно посмотреть. Также, вот, поищите на Гугле, на Яндексе, значит, принцип соленого огурца учителя Шаталова. И там все это вам будет доходчиво вам рассказано и показано. Принцип очень простой. Если огурец вы положите, как говорится, в банку с огурцами, ну, для соления, то через какое-то время даже самый толстокожий огурец все равно станет соленым. То есть, грубо говоря, пропитается, ну, а принцип Шаталова, значит, он также напитывал учеников знаниями. Причем у него получались такие результаты, что практически советская школа его, как могла, критиковала. Ну, что-то у них хиленько получалось. Вот. Он прошел очень долгую, счастливую, плодотворную жизнь. И принципы его остались. У меня, значит, вот на моем сайте, значит, вот есть домашняя страница. Дальше идет вот учитель Шаталов. Здесь о нем, значит, подборка, значит, видео. Даже вот в такой маленькой стране, как Индия, на полтора миллиарда человек, даже там с уважением отнеслись, значит, к его идеям была создана школа Шаталова в Индии. Так что, как говорится, пророков в своем отечестве мы не любим. Ну, зато вот, пожалуйста, Шаталов, значит, это уже вот буквально там фото последних лет его. Вот такой вот был замечательный человек. У меня, значит, есть серия подборок о его, скажем так, ну, самых различных видео. И там, значит, вот можно посмотреть, значит, и выбрать себе, значит, что бы вы там хотели посмотреть, послушать и так далее. Вот. Он автор уникальнейшего, значит, вот такого метода. У него очень хорош, так называемый, метод опорных сигналов и так далее. Вот. И учит он и математики, и русскому языку, и многим-многим-многим еще. Вот. Поэтому, если у кого-то есть проблемы с детьми, вот у меня на сайте, можно, значит, там посмотреть, скачать его там в видео. Есть, значит, тут русский язык, там базовый курс, значит, части речи там, союзный там и так далее. То есть вот очень по многим темам он и его ученики ведут очень такие наглядные уроки от вас, что если у вас какая-то есть нужда или потребность в обучении ребенка, то вот этот вот материал может вам оказать неоценимую услугу. Так что вот я рекомендую, значит, вот такого человека. Вот. Если, значит, погуглить, вот я брал его там, введите в поисковую строку учитель Шаталов метод соленого огурца, и все вам будет, как говорится, ясно и понятно. Вот. Поэтому, значит, я вам вот еще раз рекомендую всем к нему, значит, обратиться. Ну, а посмотреть ролик Катьяны Монтян. Она сама украинка, прописана в городе Киеве. Для нее проблема попасть на Донбасс, потому что в Донбасс они, значит, с киевской, пропиской не очень-то пускают людей. Так что вот хочу, значит, перед дончанами еще раз походотажствовать о ней, чтобы не чинили ей никаких преград. Вот. Абсолютно очень умный, очень талантливый блогер. Она и профессиональный адвокат, и очень хорошо пишет об институциях. Вот. Слушать ее просто замечательно. Ну, иногда может, по-русски, как говорится, и матернуться. Ну, для меня это лично, как говорится, шелуха. А вот то, что она парочку фирменов вела, ну, это очень даже, скажем так, напоминает мне уже, стало афоризмом. Стало рейх. Слышали такое? Ну, вот. Там еще она кого-то там называла, там, кому-то ватниками, кастрюли головами. Ну, это можете все взять, погуглить, поискать. Вот. Очень метки она дает такие и образные выражения. Критикует зло. Не любит фальши. Вмиг распознает всю эту либерду и так далее. Вот. С уважением очень относится к нашей вот бывшей, как говорится, советской школе. Я вот тоже очень, как говорится, вспоминаю свою школу. Вот. Тоже она была везде по-разному. Я учился там в одной школе, зато мама переехала на другую квартиру, учился в другой школе, как было в это время, и затем вернулся в свою старую школу, потому что в старой моей школе математика и физика были лучше. А когда в новой школе учился, на меня так смотрели, что там и у них там моментально там все эти задачки решал. Ну, в нашей обычной тридцатки, господи, ну, троечник сам, четверошником был. Никогда особенно на учебу внимания не обращал. Ну, вот, те мысли о, значит, образовании, да, вкупе со старой школой СССР, которые минимум, вернее, максимум могли долбить ребенку, вот. Я многие стихотворения там помню, там, ну, конечно, не наизусть, ну, по крайней мере, на начальные там строки или так далее уж могу угадать. Вот, а здесь более подробно, значит, в ее ролике можете, значит, послушать ее. На Рутубе просто наберите мантян о политике, людях и интуициях, институциях. Вот, очень такой познавательный видеоролик. Очень печально, что вот пророков в своем отечестве не любят. Ну, тут, когда ролик показывают, как говорится, в Индии на полтора миллиарда человек, ну, уж там-то не круглые, уж дураки-то сидят. Уж если, как говорится, создали видеоролик о нем из школы, там, по-моему, насколько я понимаю, было сделано. Значит, это не просто так было сделано. Вот, поэтому, значит, я рекомендую вам посмотреть информацию о Шаталове, о его методе соленого огурца. Вот, и посмотреть его видеоролики у меня, кстати, на сайте. Его, пожалуйста, значит, всегда, значит, можно найти, Шаталов, и пробежаться по его видеороликам, посмотреть и выбрать то, что вам нравится. Также есть, значит, адрес его школы в Донецке, где, значит, опять-таки указаны даты на июль месяца 2022 года, схема проезда и так далее. Ну, в общем, вся необходимая скорочная информация. Вот, поэтому, значит, просто вот уже не мог пройти мимо, когда, значит, услышал от Татьяны Бантьян о таком замечательном человеке, вернее, о системе образования СССР. Вот, и тут же моментально, значит, пришел мне информация о учителе Шаталове, которую, значит, я вот у себя на сайте там потихонечку собирал, и которую, как говорится, свободно можете взять эту информацию и почитать там, ознакомиться. Вот, у него, ну, очень-очень революционные были идеи. То есть он создавал для детей, для любых, для самых тупых. Он из двоечников делал отличника. Вот, все равно, значит, он создавал такие условия, что у него даже двоечники становились отличниками. Ну, вот, трудно поверить. А какие гамени на него были в СССР? Я помню, я даже в школьные времена, я читал там полемику, там на нем все отыгрывали. Ну, спокойно, как говорится, методично, работал, работал, работал и создал вокруг себя замечательную плеяду учеников, которые вступили в спектру, затем в аспирантуру и так далее, получили ученые степени. То есть очень такой вот был продуктивный человек. Вот два таких вот имени, значит, я вам могу рекомендовать. У Монтян, у него, у Татьяны Николаевны, у нее есть замечательная книга, которую она перевела об институциях. Вот, книга переводная, сначала она ее написала на украинском языке, были многочисленные, были многочисленные просьбы, она перевела ее на русский язык. Ну, вот такие вот вещи случаются. Вот у меня один тоже автор есть, Патрик Ланкастер. Я всегда любил его очень смотреть, а тут вот два, две недели никаких о нем сведений. Ни, значит, на трубе, ни на телеге. На телеге я тоже о нем там сам проверял, тоже не нашел о нем ничего там, это само никаких сведений. Ну, можете поискать. Вот у меня Патрик Ланкастер. Вот тоже последний его видеоролик, и все. Что случилось с человеком, не знаю. Тоже замечательный человек. Женился он на Дончанке. Жить начал в Донецке с 2014 года. Ну, если кому-то какие-то о нем известны сведения, значит, ну, напишите мне прямо под роликом, или на телегу напишите. Вот, значит, ну, хотя бы просто знать, жив он или нет, что такое случилось. Тоже очень такой толковый автор. Ну, и автор еще, которого постоянно рекламирует Татьяна Монтян, это, значит, человек, который развозит по Донецку и Луганску гуманитарную помощь, особенно в труднодоступные места. Вот, у него всегда можно посмотреть, значит, на его страничке, Андрей Лысенко. Вот, значит, можно посмотреть его данные. Там, где он приводит, там, и свои кошельки, там, и прочее, там, как что перечислять можно и куда. Ну, это уже, как говорится, посмотрите сами. Вот. Ну, тоже хочу сказать, что, ну, хороший, честный человек, который может и не говорить там красиво и так далее, но делает дело. То есть, он реально занимается развозкой, гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска. Так что, вот, скажем так, все то, что, как говорится, я хотел сказать вам в этом видеоролике, я сказал. Желаю вам всяческих успехов и удач. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok